всем привет дорогие друзья с вами арам и сегодня я хочу с вами поговорить про плагин от компании martinic под названием keybase сейчас этот плагин раздается бесплатно и я настоятельно рекомендую зайти под ссылка в описании и приобрести этот плагин совершенно бесплатно потому что это реально очень классный басовый симулятор данный прибор был разработан на основе монофонического синтезатора шестидесятых годов под названием римки байс давайте посмотрим органы управления посмотрим что она из себя представляет и в каких задачах можно использовать перед нами инструмент keybase давайте разберем орган управления сверху нас находится ручка которая называется бейс booster что она из себя представляет это разгон низких частот с помощью этой ручки вы можете добавить плотности смотрите и данный параметр даблируется еще в блоке settings в расширенных настройках потому что разработчики пошли дальше и кроме того что они сделали имитацию данного прибора кстати это не сэмплер это физическое моделирование они здесь добавили еще дополнительные параметры которые не существуют в оригинальном приборе самый инструмент состоит из нескольких блоков управления сигнала давайте разберем по очереди тон фуз мод и дикей то есть положение тон имеет два режима мало и bright давайте послушаем bright это яркий мало это типа такой более софтовый закрытый характер дальше у нас включается режим фуз дополнительного перегруза следующий блок это блок мода здесь можно выбрать режим сустейна то есть удерживать ноту сколько вы захотите а также можно выбрать режим перкус и с помощью данного режима просто получить более короткое звучание следующий блок это блок дикея слову фаз для того чтобы понимать как он работает давайте переключимся более короткое звучание фаст и слова включение выключение самого инструмента дальше зайдем блок settings где предоставляются более расширенные настройки здесь войсинг то же самое что и в центре то есть это генерация самого звучания синтезатора глобальные настройки по транспозу и тюнингу настройки midi здесь параметры с помощью которого вы можете управлять высотой октавы режима hold amplifier envelope состоит из блока а также есть функция ретрикинга блок фильтром она по умолчанию отключена но вы его можете включить и настроить состоит блок фильтра из готова и резонанса очень характерный классный фильтр а также есть фильтрная модуляция которая предоставляет два варианта первый вариант это салфо сигнал либо его можно сделать с амплюфайер эмплопа ну и снизу находится блок с помощью которого можно сделать мануальный тюнинг кнопка привязки миди а также дополнительная информация о плагин ну вот и весь функционал давайте рассмотрим что можно здесь делать ну например вы можете на этом инструменте создавать низкочастотные классные басы ну вариант номер первые можно отключить режим сустейна можно переключаться в режим амбулу получить вот такой бас например давайте запишем какую-то партию сделаем квантайз амбулу если посмотреть синтезатор в качестве функционала хотелось бы увидеть матрицу модуляции и другие параметры но если вспомнить что этот синтезатор 60-х годов то есть он был сделан на основе 60-х годов то вряд ли вы вспомните очень функциональный синтезатор именно 60-х годов с различными параметрами но даже в таком состоянии в таком минимальном наборе этот инструмент реально звучит очень классно я его использую во время лейринга очень часто его использую в хип-хоп треках очень часто использую в поп треках очень часто использую в танцевальных треках с помощью него я создаю вот этот низкочастотный суб синусидальный слой которого я добавляю добавляю плотности во время лейринга если хватает потому что мне очень нравится как он делает эту генерацию низких частот и самый главный плюс это то что инструмент сейчас предлагается бесплатный я настоятельно рекомендую в описании по ссылке перейти и забрать просто этот синтезатор себе потому что это реально очень классный инструмент возможно в будущем он не будет бесплатно ну что ж друзья на этом все под описанием это видео пишите ваше впечатление про этот инструмент а я обещаю что в скором время с вами встретимся и поговорим про новая тема всем пока